Это не смертельно. Вроде как после этого есть даже выжившие. Да, не то что выжившие, это очень... На меня тонизирует как бы такой тонус. Внутри этого после священной манкарай выжившие иногда бывают. Но это когда речь не идёт о нечистых силах. Нечистым силам священная манкарай достаточно неприятно. Поэтому они или стараются её мешать, чтобы люди не повторяли, и сами не хотят повторять, или им достаточно неприятно от неё становится. Хоть по идее у нечистых сил всегда есть возможность перестать быть нечистыми силами, стать праведными, начать исполнять священную волю Всевышнего, проявленную через волю служителей Всевышнего. И так нечистые силы тоже могли бы обрести путь к праведности. Ну, что есть, то есть. Ну, и должен быть какой-то позыв, желание измениться, наверное. Ну, или осознание необходимости служения Всевышнему, и исходя, вопреки всем желаниям, вопреки всему, исходя из осознанности, собраться с мыслями, откинуть всё, что мешает служить, ну и начать исполнять священное служение Всевышнему. Поскольку желание всегда будет отвлекать, вот есть, допустим, скажем так, один достаточно праведный человек, но его глюки то вводят в игру одну бесполезную играть, то вводят его другими глюками заниматься. То есть нет осознанности? Нет, осознанность у него как раз есть, и праведные труды осуществляет, и много чего другого. Вот каких-то привычек не может пока отказаться. Ну, вот, да, причём я понимаю, что через любую игру, по сути дела, вообще даже через ударение молотком об голову, тоже можно, если человек разумный, тоже можно начать делать какие-то наблюдения, какие-то идеи, и, как бы сказать, что вот там мы развиваемся посредством ударения молотком об голову. И в какой-то степени, если во время ударения молотком об голову человек делает какие-то праведные наблюдения, то это тоже можно сказать, что это духовное развитие. Но, как бы, это такое духовное развитие, которое, во-первых, не полезно. Так же, Шерек? Ну, да, конечно, это путь как окольный или как далёкий. Ну, какой-то такой путь, который легче уведёт от задачи, чем приведёт к ней. Поскольку есть огромное количество чего делать, нужно распространять материалы, нужно искать союзников, нужно много чего другого делать, нужно создавать кучу схем по мирозданию, по геохронологии Земли и так далее. Нужно сводить к единой классификации все исторические периоды, описанные в Ведах, вводить какую-то единую хронологическую линию. Вообще, есть очень много разных направлений, которые нужно, чтобы кто-то делал. Да, есть много более правильных задач, которые бы хотелось бы решить. Поэтому, собственно, тут и такая важность, чтобы каждый, кто понимает важность ведических знаний, как-то к вопросу сохранения и распространения этих ведических знаний подступался. Поскольку, ну что, самому изучать и всё, или что? Нет, ну, самому-то самому, если есть возможность. Ну, это моя точка зрения. Конечно, лучше взять опыт уже тех, кто изучали. И, как бы, зачем идти своей дорогой? Нет, я имею в виду сейчас не только что самому, допустим, всё придумывать, а я имею в виду, что самому просто брать, изучать опыт, древний опыт, опыт традиции, просто изучать и что? И что дальше? Ну, тоже, как бы, распространять его. Вот. Ты же зачем-то делаешь это? То есть, для популяризации, так сказать? Задача распространения знаний, чтобы праведным живым существам дать возможность выбора, хотят ли они заняться самосознанием и служением Всевышнему посредством исполнения священной воли. Или они настолько тупые, что они будут заниматься какими-то своими играми, своими фильмами, своими музыками, своей прочей вот этой им бесполезной бессмысленностью вместо того, чтобы исполнять вечное предназначение. Ну, сейчас же, как бы, такое время немножко, что ещё не золотое вкрапление. При золотом вкраплении, возможно, будет больше рождаться осознанно. Так, дело в том, что сейчас и прекрасное время, чтобы те, кто осознанны по-настоящему, проявили свою осознанность. Вот, прошу сравнить две такие ситуации. Вспоминаем князя Анта и великое княжество Анта, его державу, где всё было канонично, где за любую неканоничность он карал справедливо. Можно спросить? Да. Ант, время его жизни? Две с половиной. Тысячи лет. И он здесь, на Украине, да, живёт? Где-то от Румынии до Казахстана, его княжества. Если мы говорим с запада на восток. И где-то от Петербурга, чуть южнее Петербурга, до, соответственно, на юге, тут у нас Румыния, а там Персия. То есть, ну, огромное дело. Да. И у него всё было правильно. Любой, кто отказывался служить Всевышнему, любой, кто не хотел исполнять волю Рахманов, изгонялся просто из его державы. Если бы во время князя Анта кто-то начал бы доставать какого-то священнослужителя разными гадостями, разной мерзостью, если бы кто-то начал уничтожать ведические знания, то даже попытался бы это сделать, такого бы уже просто несколько раз четвертовали в показаниях остальным, что так не стоит делать. Тогда быть типа святым, поскольку такие все, поскольку к такому стимулирует само государство, не было сложно. Наоборот, грехи осуществлять было достаточно сложно. А вот сейчас быть праведным очень сложно. Сейчас, если, во-первых, нет высших регулирующих каких-то идей со стороны государства. Государство, наоборот, даёт все возможности для деградации. И, по сути дела, вот есть ведические знания, и тот, кто добровольно отринет все свои глюки, все свои глючные идеи и примет служение Всевышнему посредством исполнения Его священной воли, это достаточно, во-первых, нужно самому иметь силы воли, потому что человек духовно слабый, он будет считать, что вот он живёт типа своей жизнью, что он вот типа свои какие-то идеи исполняет, и ему это всё не нужно. Духовно слабый человек никогда не сможет пересилить все свои глюки и добровольно исполнять священную волю. Поэтому сейчас быть праведным – это показатель, это очень, очень такое, с одной стороны, нелёгкое, а с другой стороны, очень необходимое дело. И вот сейчас и есть то испытание, когда проявляется истина. В Золотой век уже всякое такое может воплощаться и быть святым просто потому, что оно воплотилось, потому что родители сразу дали знания, поскольку если оно не будет служить духовному учителю, то все будут на это существо показывать пальцем, типа вот что это вообще за грязь такая. А что вы сейчас, когда со стороны государства нет какого-то либо принуждения к духовному развитию, нет строгого контроля. Информации нету. Ну информации её с одной стороны тоже можно сказать, что нет, а с другой стороны есть. Я же нашёл Раяна, правее слово. Это хорошо, это единичный случай, а в основной массе лучше можно. Но это как раз этот случай показывает выбор, потому что я решил найти, пошёл и нашёл. По сути дела, да, было сложно найти, да, он меня не сразу принял, да, там много чего было, но я доказал ему свою качественность, я доказал соответствие меня его целям намного больше, даже чем другие его ученики. И в конце концов он меня назначил своим преемником, а не кого-либо из тех учеников, которые у него учились, допустим, даже по 60 лет. Потому что его главная идея была проповедовать. А если они там так или иначе были непригодны для этой цели, то, соответственно, они и были обозначены как второстепенные. Ну вот смотри, он же тебя сколько, как сказать, искал, если он примерно ушёл в мир иной в 100 лет, да? Ну, 101 вообще. Ну, 101 там, и ты у него обучался там 7, ну пусть 10 лет. В 7 лет. Это в 90 лет, то есть, и до этого, то есть уже отнимаем 10, будет 90, потом там, когда сын его как бы не стал следовать... Это вообще ещё было при Советском Союзе. То есть это ещё лет 40 он вот занимался деятельностью, и у него не было... У него были ученики. Были ученики, но не было тех, кто бы вот как ты, например, пошёл бы проповедовать. Ну да. Ну поэтому как бы они и там всякие были второстепенные, тридцестепенные, десятистепенные по значению. Но тоже они очень мудрые, очень знающие там. Многие из них превосходят меня по целому, по ряду направлений, не просто по какому-то одному. Но у них своё просто направление, а надо было, чтобы... Однако, в принципе, это всё даже не важно. Важно то, что я решил его найти, я его нашёл, и я стал изучать веды. И я не как паразит пришёл к нему, типа, прими меня, пожалуйста, потому что мне нет куда притулиться, а я пришёл и своими делами доказал право быть его учеником. И, в принципе, каждый мог бы это сделать. В принципе, куча других людей также могли бы это сделать раньше, чем я. На десятилетия раньше, чем я, многие. А им сейчас даже, когда я уже в интернет выложил кучу записей, когда есть книги, хоть какие-никакие, допустим, на украинском, всё равно украинский не настолько отличается от российского, чтобы не иметь возможности понять. В принципе, если я старославянский выучил так или иначе, то и читать на украинском не так сложно, и можно. Здесь снова вопрос-выбор. Возвращаемся к завершению нашего первого диалога. О чём мы тогда говорили? Первый диалог. Первый диалог из уже этого ряда диалогов. Во время этого приезда. Ну, я хотел бы обучаться тоже, честно говоря, конкретно какую-то мысль. Тогда, когда я уже выключил запись, когда, в принципе, уже мы завершили основное, мы начали вопрос затрагивать о запоминании. Да, о памяти. Вот. И что я сказал? Ну, что есть несколько уровней сознания. Про это мы говорили. Нет. Был вопрос о том, что всё нельзя запомнить, о том, что много забывается. Я привёл прекрасный пример относительно, который иллюстрирует реальное состояние вещей. Например, я не знаю ни одного случая, чтобы родитель забывал, я имею в виду, не вследствие, допустим, травмы, не вследствие какого-то заболевания, а вот просто вот. Идёт по улице и забывает, как зовут его детей. То есть, если человек... Я не знаю случаев, чтобы какой-нибудь любовник, который по-настоящему влюблён в свою какую-то штуку, или его какая-то вот эта, чтобы она забыла, как его зовут, или он что-то забыл, как его зовут. Как правило, так называемые влюблённые, они и помнят друг друга, и точно уже не забудут. Дети не забывают именно родителей. То есть, по-настоящему это показывает, что память может помнить. Даже именно котов своих люди не забывают. А вот ведические знания забывают. Ну, тут насколько важно это, и поэтому... Вот мы и подходим к вопросу о реальном осознании важности. Поскольку, да, вот послушать мой рассказ, ну, типа, интересно многим. Мне, ну, ещё ни один эзотерик, который вот сознательно приходил со мной пообщаться, и ни один ещё не сказал, что ему было неинтересно, или как-то так. Да, некоторые говорили, что они не согласны, что у меня там не по их теории, если это ударившиеся в христианство или ещё по какую-то религию. Некоторые говорили, что я слишком мрачную картину мироздания предоставляю, или слишком безысходную, или ещё что-то такое. Многие говорили, что они не могут многого понять, но ни один не сказал, что ему не было интересно. То есть, получается, как вот на правах поинтересоваться, они этим интересуются. Но на правах осознанного изучения только несколько праведных человек реально изучают. Так оно и в жизни интересуется многим, а изучают не логицу. Поэтому, вот, как бы и вопрос, насколько, насколько тут у нас будет просто... Есть желание изучать. Просто желание и осознание необходимости изучения. Это необходимо, но, как сказать, в это же тоже надо как-то вклиниться. Я не хочу давать обещание, что я вот там буду и всё, но я вот просто даже перечитал там те лекции, вот, ну, то, что мы с тобой обсуждали, там переписывал, то есть, там часа два, и я вырубаюсь, я не знаю, просто там сон клонит, вот такое. А вот представь, если бы с кем-нибудь из любимых родственников ты общался, ты бы не клонился бы в сон. Да. Вот это и показывает, что тело может, мозг может, но сознание должно решиться. И если сознание решается, то сознание может пересилить тело, сознание может пересилить мозг, сознание может пересилить эгрегоры, и даже богов, если это будет нужно. Ну, да, скорее всего, это всё так, но просто, чтобы, как бы, хотелось бы войти в это не в стрессовом таком состоянии, а как-то постепенно. А чего бы не в стрессовом? Ну, каждый день биться. А зачем биться? Ну, я имею в виду. Можно один раз решиться и этому следовать просто. Можно один раз взять, переломать всё то, что мешает развиваться, и потом уже не давать этому всему возможность прийти в такое состояние, в котором он способен мешать развиваться. Ну, видишь, я не могу пока спать 3 часа, к этому, я думаю, надо прийти. Я не могу есть пока, там, один раз в день. Это к этому тоже, я считаю, надо прийти. Здесь очень важный нюанс, что для изучения ВИД не важно, сколько человек спит, по сути дела, и не важно даже, сколько человек ест. Не, ну, вот я же говорю, что я вырубаюсь просто, ну, и там полчаса поспал, например, ну, как-то полегчало. А ты говоришь, что если ты этого не понимаешь, то вот я и... Нет, я только предоставляю выбор и возможность осознания того, что необходимо сделать выбор к тому, что нужно осознанно изучать ВИД. Можно вполне себе так устроить день, чтобы, допустим, поспать там хоть полдня. Ну, это, конечно, неправильно, но... Условно, сколько нужно поспать, а потом взяться и изучать ВИД. Взяться и изучать ВИД, а потом, чтобы человек не делал, осмыслять то, что было прочитано. Поскольку тут тоже такой вариант, что часто бывает у людей вот с такими конспектами ко мне приходят толщинными, где и ксероксы какие-то, они там ещё делают скрины с моих занятий, где в музее что-то, и там вот вообще вот одна пришла с таким конспектом, что просто вот такое школьно-примитивно, вот такое вот его, там только ещё осталось бы, не знаю, радужку и единорожечка бы понарисовывать, и было бы вообще как конспект какой-нибудь школьной отличницы. Человек идёт через это, у него вот это... Ну, при этом я предложил убрать этот конспект в другое место и отвечать только тем, что есть в мозгах. А в мозгах оказалось, что там вообще... Мизер, ну, мало совсем, да, ничего осталось. Розовые единорожечки бегают. Ну, человек, он же жил жизнью как бы в социуме, и то, что он есть, то есть, и если он идёт через вот этот большой конспект, ну, хорошо, что он идёт. Ну, это такой путь, который тоже отнимает время и силы. Много сил отнимает. И в какой-то степени я согласен, что хорошо хоть так. С другой стороны, вот, я шёл сегодня, пока сюда забирался, и видел, как один алкаш сидит просто на асфальте. Ну, в конце концов, и хорошо, что сидит, мог бы лежать в луже, мог бы лежать дохлый. Лежал бы дохлый, тоже хорошо было бы, что он лежит дохлый, а не пошёл кому-нибудь разбивать так называемой розочкой от бутылки головы. Тут всё, что есть, это, в конце концов, хорошо, и относительно всего, что есть, могло бы быть и хуже, но могло бы быть и лучше. И наше стремление должно быть к тому, что могло бы быть лучше, и не просто осознавать, как оно могло бы быть лучше, но и делать это, чтобы было лучше, постоянно совершенствовалось. Реды предписывают постоянное самосовершенствование. Поэтому, вот, как-то так и рекомендую. Ну, что, там, по словлению, по тексту какие-то вопросы будем разбирать, или что будем разбирать? Здравствуйте, я гляну, немножко мне. А если из памяти? Если из памяти, да. Ну, вот то, что я про это, первое, спрашивал, что начинается малое, малое, как это... Ну, я же объяснил. Ну, это всё вопрос, да, закрыли, тут всё объяснил. Так, что там ещё у меня? То есть, там, примерно, в некоторых частях дня попадаются какие-то славления, и примерно в это время их надо, то есть, прочитывать. Ну, здесь такая ситуация, что, допустим, а если мы на какой-то работе, там, где нельзя, там, где, допустим, нужно с материалистами или вообще с христианами сидеть, и нельзя там встать, зажечь свечу, иначе читать славление. Если мы едем в транспорте, ну, в конце концов, не выходить же нам, как мусульмане, из транспорта, и не начинать впадать в фанатизм, и, с другой стороны, не пропускать же из-за того, что у нас не получилось делать. По сути дела, можно и пропускать, можно и как-то переносить. У всех славлений главная задача – устремление ко Всевышнему. И, допустим, когда я у Раяна Правеслава спрашивал, а что, допустим, поскольку у меня был выбор, или я сижу буквально дома и найду себе какую-нибудь работу в селе, и буду там сидеть и исполнять славление, и идеально всё изучать, и к нему приходить, и так дальше. Или выбор ездить в город, всякие ситуации, искать там, у кого останавливаться, ну, во имя проповеди, во имя всего такого. И Раян Правеслав предоставил ведический текст и объяснение относительно того, что исполнение его священного наставления о необходимости проповеди, вот когда я его исполняю, то это, по сути дела, лучше любого повторения молитвы, лучше многих, так сказать, духовных практик, поскольку, в конце концов, эти духовные практики важны только лишь человеку. И пока нет абсолютной осознанности, то это даже не общение с богами, а это некая для себя такая галочка, что человек помолился, и вот как христиане типа ставят галочку, всё, мы на сегодня святые, мы помолились. То, что никому из богов их на молитвы не нужны, то, что, в принципе, они это вот как помылись, ну, помылись для себя, так и помолились, помолились для себя, не для богов, по сути дела. То, чем такие молитвы, то, конечно, лучше осуществление какой-то проповеди, поскольку только проповедуя, можно лучше осознавать грани того, что мы изучили. Это на протяжении лет вот такого общения с разными людьми, когда мне по мирозданию задавали и самые глупейшие вопросы, и задавали такие вопросы, которые заставляли меня в действительности несколько по-другому взглянуть на схемы мироздания, задуматься о том, о чём я ранее не задумывался. Да и даже когда задают достаточно глупые вопросы, всё равно для того, чтобы дать на них какой-то разумный ответ, приходится пробежаться по своей памяти о знаниях мирозданиях. Я вот, ну, сколько уже это делаю, я только всё убеждаюсь, убеждаюсь и сильнее убеждаюсь в том, что рассказывая другим, отвечая на их вопросы, помогая им лучше понять, я сам лучше понимаю, с другой стороны, если бы я сидел и сам только перечитывал, я сто процентов знал бы больше всего, но вот степень осознанности и степень проработанности с разных сторон, скорее всего, хромала бы, поскольку не приходилось бы и защищать, и не приходилось бы и с разных сторон подходить к ответам по разным вопросам мироздания. Кстати, как там мироздание поживает? Мироздание? Да. Мироздание слушал по лекциям, ну, по лекциям, видео, там есть непонятные вещи. Ну, так, может, их сюда? Ну, вот, так, то есть, сейчас. Ну, сначала не было ничего, потом Всевышний проявился, это было как яйце, яйце. Странно, если не было ничего, откуда взялось яйцо? Ну, он его, наверное, сделал. А может, не сделал? Нет, там был, как свет, картинка была, то есть, там, это как-то он проявился, была какая-то область, потом сделал яйцо, потом в этом яйце он пробил скорлупу вверху и вниз, и спустил, это искрить через себя пропустил. Ну, да, ну, нет, ну, отчасти. Вот тут тоже, чтобы эту схему осознать, нужно ещё многократно это всё переслушивать, перечитывать. Во-первых, нужно задаться вопросом, что было из того, что было в самом начале? Ну, был сам... Создатель был? Создатель, ещё кто-то были. Были какие-то разные энергии, множество, скорее всего? Нет, был Всевышний Ра в Духовном мире и есть в Духовном мире, и есть множество его искр. Его самобытных, самостоятельных, личностных частиц, таких же по качествам, но несоизмеримо меньших, чем он в количественном плане. И части из этих искр понадобилось для их развития создать то, что стало известно как материальный мир. Ну, да, они как бы захотели там... Сложная история, не трогай пока то, чего они захотели, поскольку тут можно с разных сторон подходить. Можно сказать, что они загрючили. Можно решить, что вот Всевышний для них из каких-то особых планов решил создать материальный мир. Можно... Ну, в каком-то степени можно даже образно сказать, что они загрючили, и поэтому пришлось... Для них создать материальный мир. Вот и он стал создавать. Потому что в духовном мире должно быть осознанно абсолютное служение Всевышнему и служение Его представителям. Если в каком-то месте, соответственно, Всевышний вместо себя ряд каких-то процессов доверяет какой-то из доверенных искр. И остальные должны абсолютно исполнять высшую волю. Но при этом Всевышний не создавал роботов. И задача не в том, что искры не могут нарушить волю Всевышнего, а задача в том, чтобы осознанно исполнять эту волю, имея возможность постоянно заглючить. Ну, для тех, кто немного заглючил, была создана такая местность, где они могут пребывать в иллюзорном глюке относительно того, что они типа сами. Но получается, вот современные люди не хотят служить Всевышнему, не хотят служить представителям Всевышнего. Однако они служат Макдональдсу, они служат аптекам, они служат тупым мясоедным политикам, которые сами служат корпорациям или мафиозным структурам, или спецслужбам. А все эти представители спецслужб тоже служат всяким, по сути дела, недостойным существам. И получается, что вот так называемые нынешние свободные люди, которым если предложить служить Всевышнему, они скажут, типа, мы не рыбы, мы не хотим, отстаньте от нас. Но на самом деле они служат кучей всяких таких же дебилов, как они, и даже еще хуже иногда дебилов. Но нет осознанности, они не понимают, это невежество, нету знаний. Служат глистам, служат там вообще каким-то тонкоматериальным паразитам и куче всякой нечисти. И вот Всевышний создал, дал одной из искр некие специальные полномочия. создал так называемую платформу, к которой он испустил из себя лучи. Каждый из этих лучей имеет устройство. Есть память? Ну, потом он Алла-Тара сделал, а вот это... Нет. Как луч света состоит из фотонов, так и те лучи состоят из сферических образований. Вот это не совсем понятно. То есть луч идет, да? Вот этот луч состоит из сферических образований. Вот духовный мир, огромный, безграничный. В микрочастице его, Всевышний, можно сравнить его с лампой в вершине комнаты. Если мы представим круглую лампу, и, соответственно, можно даже платформу сравнить со столом. И вот представить, как сверху идут лучи. То есть он вот этот стол не создавал, платформу? Она была... Он дал возможность существовать. Это одна из искр, богиня, которая стала как бы опекуншей материального мира. В конце концов, все искры духовного мира – это искры Всевышнего. Искры – это частицы огня, которые порождены огнем. И как он их не создал, когда... Ну, искры порождения огня в любом случае. То есть... В принципе, его как бы, да, по сути. Да. И вот эта искра, которая стала платформой, она также его, в конце концов, порождение. Он испустил к ней лучи. Каждый из лучей имеет свое устройство. Подожди, лучей сколько? Один или сколько? Множество лучей. Но свет – это лучи, да? И один луч имеет устройство? Все лучи имеют устройство, но мы рассматриваем устройство того луча, в котором мы живем. А, вот так даже. Ну да. Ну, так же само, как, соответственно, мы рассматриваем все галактики, однако детальнее рассматриваем нашу, так же. А то есть этот луч можно как-то отделить от других, значит? То есть вот сейчас же лампочка светит, мы же не отделяем ее? Ну, тут сложно сказать. Если бы были какие-то приборы, то можно было бы это сделать. Даже вот есть эксперимент, когда ставят источник света, который спускает фотоны, и ставят там дальше некий объект, который улавливает эти фотоны, и смотрят, они будут как шарики лететь через проемы, или будут как волна распространяться. Это даже такой эксперимент зафиксирован, который, в принципе-то, проверялся и проводился многими исследователями. То есть, условно говоря, из объема света можно выделить траекторию ряда вот этих фотонов и сказать, что вот это луч. Так и там. Получается, есть подобие вот этих фотонов, некие сферы. В каждой из сфер внутри проявлен Всевышний Ра, вокруг... Подожди, вот этот луч, и вот в этом луче сферы, да? Да, вместо фотонов. Вместо фотонов, вместо вот таких, ну, светящегося чего-то там. Да. Так дальше. В центре этих сфер проявлен Ра, мелкие проявления Ра. Вокруг него проявлена Рада, в которой находится много искр, заготовленных для воплощения в дальнейших уже образованиях. Так. Вокруг Рады находится Астар, Бхатар, Омтар и ряд других богов. Это там, каждому из них принадлежит своя орбита. Угу. Между Радой и Астаром находится орбита, на которой находится множество вселенских яиц. Так, 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 еще раз. То есть, вот... Ну, у нас так, есть фотон, а в фотоне есть свое устройство, как и в атоме. Ну, да. Вот в том вселенском фотоне, в котором мы живем, там получается, что вокруг Ра есть Рада, а вокруг Рады идет некое тончайшее образование, состоящее из множества яйцеобразных элементов. То есть, какой-то же шар или как фотон, да? Да. В котором в середине есть создатель, вокруг создателя Рада, а вокруг Рады идет круг яиц, да? Шар из яйцеобразных элементов. Шар? Да. Нет, вокруг Рады идет шарообразные элементы множества, да? Вокруг Рады идет шар, состоящий из яйцеобразных элементов. Угу. Так, дальше. И... Ну, дальше идут другие боги. Мы их не трогаем. Угу. А вот один... То есть, да. И вот эта прослойка, вот из этих шаров, вот, рассматривается сейчас дальше? Нет, из яиц. Яиц. Из яйцеобразных. Угу. И вот мы берем один из яйцеобразных элементов и понимаем, что в его низу проявленный Всевышний, как про Бог, его энергии, огненные энергии, как про Магапатай, подобно вселенскому змею, пронизывают шкарлупу яйца, создавая ее, по сути дела. И он испустил вверх свою мысль. Практически возле вершины этого яйцеобразного образования он создал сварку. Он создал богов сварки. Он поднялся еще чуть выше, пробил шкарлупу яйца. И из того места, которое является светом Ра, то есть Радой, он взял вот эти заготовленные искры и пропустил их в это яйцеобразное образование. Подожди, сейчас... Яйцеобразные вот эти образования все находятся острым концом к Раде, тупым концом к Астару. Рада сверху, да? Ну да, да. То есть Создатель проявился внизу яйца, вверх испустил свою мысль. Примерно у самой вершины он проявился, и создал... Сваргу. Сваргу. Сварга это вот на четыре делица, где белобог, чернобог напротив, и там... Истанбог и числобог. Истанбог и числобог. То есть создал эту сваргу и дальше... И дальше он приподнялся еще чуть выше, пробил шкарлупу яйца. Взял в себя искры... Взял в себя искры... И выпустил их вниз пирамидальным таким как бы светом. Да. Так, вот тут понятно уже. То есть вот как бы еще это нужно переслушивать, пересматривать, пересчитывать. Потому что, ну, само знание в голову не придет. Да. И то, что я сказал, оно забудется. Те люди, которые думают, что они со мной пообщаются и как бы все, так нет. По идее это должно быть только началом. Это должно быть только как бы фактором поступления информации. А дальше, если эта информация не будет обработана сознанием, не будет разобрана, не будет совмещена с другими элементами и не будет запущена как программа, то, соответственно, она будет забыта. Ну да, надо осознать это и как бы это осознавать, возможно, ну, постоянно или как бы. Ну, как-то так. По крайней мере, в фоновом режиме, чтобы данная программа симуляции сознания и мироздания присутствовала, и что если нужно задуматься о мироздании, сразу мы быстро запускаем все эти схемы, представляем, как оно все существует и выбираем нужный для нас плац знания и излагаем его. Как-то так. Ну, а дальше так, то есть создал сваргу, потом он стал создавать Аллатара, да? Так Аллатара уже создан, по сути дела. Когда? Когда вот эта мысль распускалась? Ну, мысль — это центр Аллатара. Когда он создал плоскость сварги, он создал также четыре столба, которые удерживают с четырех сторон эту плоскость. Они в середине удерживают, да? Как бы посередине идут. Посередине яйца. В середине яйца. Но по четырем углам сварги самой. То есть они не в середине, а по углам? В середине мысль. А они по бокам, да. По бокам. Образуя подобие обелиска. Ну вот. В середине мысля, а по бокам? Ну, значит, он окружен вот этот... Внутри этого, так сказать, Аллатара. Мысль внутри, да. Внутри. И на вершине этого... И на вершине обелиска Ра. Род прародитель. То есть там как пирамидка идет. Ну да, ну как обелиск. Вот именно как обелиск. Ровно как обелиск, которые вот памятники есть в форме обелиска. Да, да, да. Это все понятно тоже. Ну для меня пока нет. И... Ну и что дальше? Там же он потом создавал этих множество, там Аллатара получил. Множество копий Аллатара, Тиффон и Тиффанида проходили это все. Подожди, а как они получили это множество этих копий? Ну так, таким был план Всевышнего для того, чтобы создать многогранность, многоуровневость устройства материи. Ну, такой был план. А как это у него получилось? Ну как, он сделал так, что в Сварге, от центра Сварги до его проявления в самом верху возникла уменьшенная копия Аллатара? Не понял. Ну как, не понял? Понял. Ну это самое, вот и как матрешка. Получается матрешка в матрешке, уменьшенная версия матрешки в матрешке. А, вот так, да? То есть Аллатара, в нем еще одна Аллатара и... Ну Аллатара, вот вторая, если мы вот представим первую Аллатара... Ну как пол стола где-то, или да, вот... Вот таким отрезком. Вот тут у нас, вот тут вот, у нас будет Сварга, плоскость Сварги. То второй Аллатара у нас вписывается по принципу матрешки не на протяжении всего этого отрезка, а только тут. От плоскости Сварги до вершины Аллатара. Понятно. Что непонятно? Что непонятно? Вот эта плоскость... Вот, считаем у нас линию, где находится пробок. Так. Мысль Всевышнего. Четыре столба Аллатара. Ну, представим, что здесь лежит положенный обелиск такой. Ну, а, все понятно. Вот, тут у нас плоскость, которая сходится пирамидой к единому центру. Да, понятно. И вот в этой пирамиде вписаны еще один микро такой же Аллатара. Вот этот столб истит до него. Да, 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 да. Вокруг той же единой мысли. Мысль остается та же самая в центре, пронизывающая. Только столбы и Сварга, по сути дела, дублируются. И в Сварге того Аллатара, там вот, создается еще один такой же. Меньшая копия. Да, 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 да. То есть, Сварга, это вот пирамида самоверная. Нет, Сварга, это плоскость между четырехгранной колонной и пирамидой. Нижняя плоскость вот этой пирамиды это Сварга. Да, 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 да. Именно так. Нижняя плоскость пирамиды это Сварга. И последнее опять то же самое копируется внутри вот этой пирамиды и копируется Сварга. Опять идет столб, опять то же самое Сварга там тоже самое, только поменьше. И вот сначала Тиффан и Тиффанида вошли в самую мелкую из всех этих Сварг, создали там материю, потом столбы упали, пошло... Падение и разрушение они их опять создавали, опять разрушалось и так множество раз. Да, да, да. Так, а вот Тиффан и Тиффанида они что создавали? Ротоматериальное образование. То есть вот эта вот пирамида как бы у нас тут, ну в этой комнате, если и чего, они где, откуда взялись и как... Они не зашли сверху от Всевышнего по... То есть от этой пирамиды сверху они зашли по... Вот они, допустим, по углам... По... По граням. По граням, да. Они, значит, спустились по одним-двум граням, спустились, пересеклись в Сварге, в центре Сварге. По средине. Они, то есть, были напротив, да, грани? Нет, по боковым граням. С одной стороны грани были? Ну да, вот. Представляем вот этот отрезок. Вот смотри, 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 смотри. Представляем, что Всевышний у нас тут вот где-то. Да, да. А представляем, что этот кусок стола это плоскость Сварги. Вот, значит, Тиффон и Тиффонидо сходят сначала по одним-двум граням пирамиды. Не по граням, а по середине. То есть, да, по середине граней вот этих. По середине плоскостей, эти плоскостей треугольных, какие-то, да? Ну, не по углам. Не по углам, а по середине. Да. Вот это треугольник. Ну, вот у нас как бы квадрат. Да. Вот они сходят, значит. В центре тут они встречаются. Угу. Это все у нас как декартовые координаты. Ось Х, ось ИК становится. Сама плоскость. В центре они встречаются. Дальше Тиффонидо проходит дальше и поднимается обратно снова по одной из сторон. По одной из сторон. И Тиффонидо идет, доходит до угла и поднимается вверх тоже по одной из сторон. Так, и поднялись они. Снова берут от Всевышнего материю и спускаются уже в сваргу большую по размеру. Там также само взаимодействуют, создают материю и снова возвращаются. А не в большую, разве они в меньшую? Сначала они в самую маленькую вошли. А, в самую? В самую-самую-самую. А, в самую-самую. В ней столбы развалились. Она упала в следующую по размеру. Они как раз успели уже дойти до нее. Создали из той материи, которая упала, из новопринесенной. Создали разные там уже образования. Когда они вернулись ко Всевышнему, вверх туда, в пирамиду. Столбы упали, и та сварга провалилась в следующую. И когда они не сходили снова, они не сходили в следующую по размеру. И так далее. То есть столбы, они шли в середине, да, вот этой пирамиды? Да. То есть и они делали... Что они делали там? Ну, удерживали плоскость. Кто от чего делали? Столбы? Нет. Тифон и Тифониды, да. Создавали протоматериальные структуры. И что это такое? Как это понять? Это то, из чего потом образовались атомы, молекулы, Солнечная система и так дальше. Структуры, порядки из искр, которые находятся в том или ином взаимодействии с проявлениями Всевышнего и так дальше. Пока сложно, как бы не укладывается. Ну как? Ну вот тем же адронным коллайдером там постоянно разбивают все эти структуры и хотят добраться до глубин. А вот они создавали то, что адронным коллайдером разбивают. Коллайдер, ни о чем не говорит, я не знаю, что это такое. А кто такой Стивен Хокинг? Известно? Не слышал, нет. Соболезнован. Очень мудрый дядь. Он что говорит, о этих лучах рассказывает? Нет. Я советую, кстати, переслушать все, что есть по Хокингу. А кто такой Хокинг? Что он сделал? Не важно. Там будет известно. Это есть лекции? Да, есть куча. Вот я просто советую залезть или ко мне в контакт, или просто в интернет, или через поисковик Стивен Хокинг. И все, что удастся на IT, изучать. Сейчас я запишу. Не обязательно. Оно же останется на записи. А когда я эту запись получил? Через время. Ну так это через неделю. А не важно. А память это тоже останется. И как возможность тренировать память. А, вот так же. Тренировать память. Хорошо. Стивен Хокинг. Стивен Хокинг. Король. Да. Король хоккей. Или что-то. Я даже не знаю. Король хотения. Но сомневаюсь. Возможно, хохотущий король. Так, хорошо. Но сделали вот эти хоккейки. Он стал истинным королем мыслей о Вселенной. Мыслей о Вселенной современной цивилизации. Вот это он в действительности король. Правильно? Непонятно. Мыслей о Вселенной цивилизации. Мыслей, перспективного примера мыслей современной цивилизации Вселенной. Есть ведические мысли Вселенной. Основанные на ведических знаниях. Они совершенно другие. А он с научной точки зрения подошел. А он именно с точки зрения современной материалистической науки. А, вот так. Да. Это его путь, и он об этом говорит. Да. Ну, ясно. Хорошо. Вот они сделали множество Аллатара, которые... Они не делали. Как раз после их действий Аллатара эти и разваливались. Хорошо. И после их действий остался один Аллатара, в центре сварги которой была уже устроена материя по последнему образцу, и уже существовало то, из чего позднее возникли галактики. Одной из которых, на планете одной из которых мы, как бы, сейчас сидим. То есть, они начинали... То есть, они начинали из малого Аллатара делать все больше и больше, да? Ну, как бы они не делали из малого. Они сначала создали прото-материальное образование в самой мелкой сварке. Она упала в следующую инфоразмеру. Вот там они эту материю снова переформатировали, добавили в новой. То есть, в большую, да? Упала в следующую по размеру, да. В следующую по размеру. И так, пока они не сгруппировали материю уже в самой основной сварке. То есть, создателю самой мелкой вот эту сделал, да? Ну, давай по-другому сделаем пример. Вот сначала, к примеру, на завод привозят кирпичи, трут и создают песок. Из песка потом создают цемент. Из цемента потом создают строительные блоки. Из строительных блоков потом создают здания. Но на самом деле это все потому, что есть тот или иной план городской застройки. И так постепенно создают ту или иную часть города. Что? Не знаю, пример для меня не получился. Ну, чего не получился пример? Нет. Сначала нужно создать то, из чего строится более объемное, на микроуровне. Нужно камни превратить в песок. Ну да, так. Вот так, образно говоря, представляем, что в той микросварге создавали песок. Следующий по размеру создали уже... Кирпич, да? Потом здание. Ну, примерно так. Да. То есть, создатель сначала создал песок, да? Или первичную какую-то часть вот этой протоматерии. Ну, создатели, точнее сказать... Не, ну, до Тиффана, Тиффани, да они же с чего-то брали. Они взяли искры, которые с духовного мира в материальный взял силошник. Ну, да. Но они же с этих искров делали вот этот кирпич, а потом здание. Да. То есть, песок уже где-то был. Песок, то есть, предоставил... Нет, они как раз сначала создали песок из искр. Ну, а, из искр сделали песок. Вот так. Образно говоря, да. Ну, то есть, создатель предоставил им искры. Да, 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 да. И из этих искров уже начали творить, и получилось вот структура, там, здание в конце. Да. По аналогии так. Ну, хорошо, а и дальше что было? Ну, и дальше мы живем в этом здании. Не, 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 вот ты там проговорил, я не уловил. После этих Тиффана и Тиффани, то есть, что там дальше? Там много чего еще было. То есть, пока это не было, или как? Ну, как, возникла Галактика. Подожди, а откуда она как взвалась, Галактика? Ну, как они ее создали? А, то есть, вот это здание... Галактика – это часть интерьера в этом здании. Не понял, что? Галактика – это часть интерьера в этом здании. То есть, это комната, да? Ну, скажем, диван в комнате. Диван в комнате. Да, или табуретка. Ну, так, 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 так. То есть, они насоздавали кучу вот этих зданий. И одна из этих комнат, одна из этого здания – это и есть наша Галактика, да? Галактическое образование, скорее. А Вселенная – это тогда что? Вселенная – это мировое яйцо. То есть, это то яйцо, где вот эти создавались аватара, да? Да. А то, что доступно восприятию нынешних материалистических ученых – это только то, что находится на пересечении двух линий в самом центре плоскости. Ну, там находятся тоже какие-то галактики, да? Они Вселенную всю не охватывают, ученые. Ну, они вот охватывают то, что находится в пересечении. В пересечении, да. То есть, они это считают Вселенной, да? Да. А на самом деле Вселенная… Ну, как бы, смотри, вот они тоже, они не говорят, что больше кроме этого ничего нет. Но они это только изучили. Да, они в этом отношении правы, и не стоит их критиковать, не стоит их как-то, это самое, наоборот. Я всегда рад самым новым научным открытиям. Они очень хорошо стыкуются с физическими знаниями. Потому что, к примеру, физические знания, они настолько синхронизированы, где социальные какие-то аспекты. Аспекты построения государства, аспекты построения взаимоотношений в этом государстве. И даже аспекты построения семьи, они завязаны на понимании устройства Солнечной системы. Они завязаны на понимании устройства галактики, на понимании устройства атомов. И всё это… Всё это связано и пронизано. Всё это лишь частное проявление одной и той же идеи. В центре всегда Всевышний Ирак, или тот или иной его представитель. Вокруг него на своих орбитах служения находятся те или иные следующие живые существа, или те или иные, там, скажем, частично государственные образования. Как в Киевской Руси был ряд княжеств, которые входили в эту Русь, и в центре, как бы, столица, как бы, князь, который является представителем, ну, должен был, по крайней мере. И до Владимира являлся представителем воли Всевышнего, и вокруг, соответственно, уже следующее образование, как планеты в Солнечной системе. И, собственно, так строились и империи, так строились и дома. Во многих старинных зданиях есть очень много знаний о триединстве мироздания, о геоцентричной структуре мироздания, о реинкарнации с помощью орнамента Трипольского. Это символизируется. Очень много чего есть. То есть много знаний, граней… Да-да-да-да-да-да, всё вот это, то, что сейчас только иногда теория струн. Ведок, допустим, давно плоскость, пространство плоскости сварги сравнивалось с тканью. И в какой-то степени сама вот эта сварга сравнивалась с вышитым рушняком. Ну, то есть, ткань там, например, вот как плоскость стола, да, например, там четырёхугольная или… Да-да-да-да, четырёхугольная. Вот, соответственно, на рушняках вышивали знаки, соответствующие сваргочетверцам, богам в этих сваргочетверцах и много чего в другом. Ну, ведическое знание, оно не так, как христиане, допустим, что… У христиан даже нет своей вышивки, по сути дела. Они присобачились к нашей вышивке. Они элементы нашей традиции знания о мировом яйце, и как вот эти пысомки, они приделали к Иисусу. Вот все наши элементы они приделали к своей мифологии. Но у нас это всё настолько синхронизировано, что оно находится в нераздельном единстве. Мировое яйцо, которое изготовлялось, допустим, из дерева, из глины, из камня, это, ну, символ мирового яйца, это не просто… Вот у христиан это что? Максимум, что они спромоглись придумать, это то, что типа вот когда Иисус, значит, висел на кресте, Мария Магдалина подошла, поднесла яйца, на них упала кровь, и вот как бы… Ну, бред какой-то. Да. Больше того, археологически давно доказано, что подобие мирового яйца, подобие пысомок существовали на нашей территории задолго до христианства. Это что они хотят сказать, что наши предки в будущее смотрели, что когда-то с Иисуса упадёт на яйцо кровь, или что? Нет, ну это глупость. Конечно, глупость. Подожди, мировое яйцо – это вот это самое есть, да, Вселенная? Да, да. Дальше вот те же самые обелиски, это тоже знания мироздания. И обелиски как раз характерны ведической традицией, характерны Египту, Шумерам, Индии, Древней Руси и так далее. Ну, везде они были. Устройство храмов, устройство башен, вот так называемый Big Ben в Англии есть, с часами. Ну, ну, есть эти… По сути дела, вот такая башня, подобное устройство башни, где особенно ещё часы стоят, это также в каком-то смысле символ сварги, символ Аллатара, в котором находится сварга, в которой уже течёт время. То есть, они начинали из малого Аллатара делать всё больше и больше, да? Ну, как бы они не делали из малого, они сначала создали прото-материальное образование в самой мелкой сварге, она упала в следующую по размеру, там они эту материю снова переформатировали, добавив новой. То есть, большую, да? Упала в следующую по размеру, да. В следующую по размеру и так, пока они не сгруппировали материю уже в самой основной сварке. То есть, создателю самой мелкой вот эту сделал, да? Ну, давай по-другому сделаем пример. Вот сначала, к примеру, на завод привозят кирпичи, трут и создают песок. Из песка потом создают цемент. Из цемента потом создают строительные блоки. Из строительных блоков потом создают здания. Но на самом деле это всё потому, что есть тот или иной план городской застройки, и так постепенно создают ту или иную часть города. Что? Не знаю, пример для меня не получился. Ну, чего не получился пример? Сначала нужно создать то, из чего строится более объёмное, на микроуровне. Нужно камни превратить в песок. Ну да, так. Вот так, образно говоря, представляем, что в той микросварке создавали песок. Следующий по размеру создали уже... Кирпич, да? Да. Потом здание. Да. Примерно так. Да. То есть, создатель сначала создал песок, да? Или первичную какую-то часть вот этой протоматерии. Ну, создатели, точнее сказать... Не, ну до Тиффана Тиффани, да они же с чего-то что-то брали. Они взяли искры, которые с духовного мира в материальный взял силошник. Ну, да. Ну, они же с этих искров делали вот это кирпич, а потом здание. Да. То есть, песок уже где-то был. Песок, то есть, предоставил... Нет, они как раз сначала создали песок из искр. Ну, а, из искр сделали песок. Вот так. Образно говоря, да. Ну, то есть, создатель предоставил им искры. Да, да, да. И из этих искр уже начали творить, и получилась вот структура, там, здание в конце. Да. По аналогии так. Ну, хорошо, а и дальше что было? Ну, и дальше мы живем в этом здании. Ты там проговорил, я не уловил, после этих Тифана и Тифаниду, что там дальше? Там много чего еще было. То есть, пока это не было, или как? Ну, как, возникла галактика. Подожди, а откуда она, как взялась, галактика? Ну, как, они ее создали. А, то есть, вот это здание... Галактика – это часть интерьера в этом здании. Не понял, что? Галактика – это часть интерьера в этом здании. То есть, это комната, да? Ну, скажем, диван в комнате. Диван в комнате. Да, или табуретка. Ну, так, 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 так. То есть, они насоздавали кучу вот этих зданий. Да. И одна из этих комнат, одна из этого здания – это есть наша галактика, да? Галактическое образование, скорее. А Вселенная – это тогда что? Вселенная – это мировое яйцо. То есть, это то яйцо, где вот эти создавались аллатера, да? Да. А то, что доступно восприятию нынешних материалистических ученых – это только то, что находится на пересечении двух линий в самом центре плоскости. Ну, там находятся тоже какие-то галактики, да? Они Вселенную все не охватывают, ученые. Ну, они вот охватывают то, что находится в пересечении. В середине, в пересечении, да. То есть, они это считают Вселенной, да? Да. А на самом деле Вселенная… Ну, как бы, смотри, вот они тоже, они не говорят, что больше, кроме этого, ничего нет. Но они это только изучили. Да, вот. Они в этом отношении правы, и не стоит их критиковать, не стоит их как-то… Это самое наоборот. Я всегда рад самым новым научным открытиям. Они очень хорошо стыкуются с ведическими знаниями, потому что, к примеру, ведические знания, они настолько синхронизированы, где социальные какие-то аспекты, аспекты построения государства, аспекты построения взаимоотношений в этом государстве, и даже аспекты построения семьи, они завязаны на понимании устройства Солнечной системы. Они завязаны на понимании устройства Галактики, на понимании устройства Атомов. И всё это… Всё это связано и пронизано. Всё это лишь частное проявление одной и той же идеи. В центре всегда Всевышний Ра, или тот или иной его представитель. Вокруг него на своих орбитах служения находятся те или иные следующие живые существа, или те или иные, там, скажем, частично государственные образования. Как в Киевской Руси был ряд княжеств, которые входили в эту Русь. И в центре, как бы, столица, как бы, князь, который является представителем, ну, должен был, по крайней мере. И до Владимира являлся представителем воли Всевышнего, и вокруг, соответственно, уже следующее образование, как планеты в Солнечной системе. И, собственно, так строились и империи, так строились и дома. Во многих старинных зданиях есть очень много знаний о триединстве мироздания, о геоцентричной структуре мироздания, о реинкарнации с помощью орнамента Трипольского. Это символизируется. Очень много чего есть. То есть много знаний, граней. Да, 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 да. Всё вот это, то, что сейчас только иногда теория струн. Ведок, допустим, давно плоскость, пространство плоскости сварги сравнивалось с тканью. И в какой-то степени сама вот эта сварга сравнивалась с вышитым рушняком. Ну, то есть, ткань там, например, вот как плоскость стола, да? Например, там четырёхугольная? Да, 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 четырёхугольная. Соответственно, на рушняках вышивали знаки, соответствующие сваргачетверцам, богам в этих сваргачетверцах и много чего другого. Ведическое знание, оно не так, как христиане, допустим, что... У христиан даже нет своей вышивки, по сути дела. Они присобачились к нашей вышивке. Они элементы нашей традиции знания о мировом яйце, и как вот эти пысомки, они приделали к Иисусу. Вот все наши элементы, они приделали к своей мифологии. Но у нас это всё настолько синхронизировано, что оно находится в нераздельном единстве. Мировое яйцо, которое изготовлялось, допустим, из дерева, из глины, из камня, это, ну, символ мирового яйца, это не просто... Вот у христиан это что? Максимум, что они спромоглись придумать, это то, что типа вот когда Иисус, значит, висел на кресте, Мария Магдалина подошла, поднесла яйца, на них упала кровь, и вот как бы... Ну, бред какой-нибудь. Да. Больше того, археологически давно доказано, что подобие мирового яйца, подобие пысомок существовали на нашей территории задолго до христианства. Это что они хотят сказать, что наши предки в будущее смотрели, что когда-то с Иисуса упадет на яйцо кровь, или что? Нет, ну это глупость. Конечно, глупость. Подожди, мировое яйцо, это вот это сама есть, да, Вселенная? Да, да. Дальше вот те же самые обелиски, это тоже знания мироздания, и обелиски как раз характерны ведической традицией, характерны Египту, Шумерам, Индии, Древней Руси и так далее. Везде они были. Устройство храмов, устройство башен, вот так называемый Big Ben в Англии есть, с часами. Ну, есть эти. По сути дела, вот такая башня, подобное устройство башни, где особенно еще часы стоят, это также в каком-то смысле символ сварги, символ Аллатара, в котором находится сварга, в которой уже течет время. Можно, да, тоже. Проявлялась через такое. Проявлялась через знаки, символы, орнаменты, через архитектуру. Проявлялась через устройства социальных структур. Проявлялась через священную символику. Проявлялась через разнообразные гимны, тексты, где это конкретно было описано. Даже через сказки, даже, ну, через все. Визическая традиция, она предназначена куда только не угодно, но везде запхать проекции знания для того, чтобы, если хоть что-то выживет, потом можно было реконструировать. То есть во множестве этих проявлений всегда одна суть этих знаний. Да. Подожди, ну вот создали они вот этот, я хочу вернуться к Тиффану и Тиффанине, когда они создали этот стоп. Они ничего не создавали, они создали только протоматериальные и материальные образования, из которых устроен материальный космос. Хорошо, устроили. Потом в конце-то что получилось? Получились галактики, галактические образования. Галактики, они в одной плоскости, да, находятся? Да. То есть одна плоскость, и тут множество разных галактик. Ну нет, они находятся в этой плоскости, но есть галактики, которые, вот если представить, что они все лежат как на столе, то не совсем так. Одни тогда будут у нас как бы в самом столе лежать уже, а другие висеть чуть в воздухе над плоскостью стола. А, то есть плоскость... Потому что плоскость вот эта, вот это пространство, на которое как бы это всё лежит, оно есть несколько уровней этого, несколько срезов. То есть девять, некоторые говорят, это про это вот? Да, 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 да. Ага. И вот одни галактики лежат как бы на одной поверхности, другие на следующей, третьи на следующей. Ну, слоёный пирог можно... Да, вот этот слоёный пирог. И вот этот слоёный пирог даёт нам такую прекрасную штуку, как гравитация. Гравитация это притяжение к Земле, что ли? Это притяжение в общем, не только к Земле. А туда они к центру, наверное, все стремятся, да? Они... Вот если мы представляем эти поверхности в виде натянутой поверхности надувного матраса. На этот матрас мы ложим, соответственно, допустим, арбуз. Он прогинается и вот это... Да, да. А возле арбуза мы ложим, допустим, черешни. Так. И, конечно же, они не будут там, где мы их положим, они будут стремиться к той вогнутости, которая сделана арбузом. Ну, да. Но при этом, если они будут с вешенной скоростью двигаться по своей орбите, вокруг арбуза, они не упадут в гравитационный колодец, а останутся на своей орбите. Ну, так. Вот как бы так и существует Солнечная система. И Солнечная система существует так же, да? Ну, да. Да. Потому что тут тоже есть ткань реальности, которая прогибается. Ткань реальности, которая прогибается. А что входит в эту ткань реальности? Ткань реальности создана Нуаном, Богом пространства космического. Это вот пространство, это всё, что заполнено в этом яйце? да нет ни яйца сварки сварки перекрестки сварки перекрестки сварки а то есть а вот сварка же это обелиск сварка это то что ну да между пирамидой и четырехгранной колонны этого обелиска ну плоскость вот эта черепольная сварка а за этой сваркой там уже не ну а там другое там другое да так то есть вселенная это это яйцо а галактики это вот маленький уже посредине сварки созданы и таких яиц было множество да вот все и есть множество и и и и это мы только говорим о одном фотоне а поскольку таких условных фотонов множество то там и яйца всего этого тоже множество множественных множеств из одного из такого же яйца те же бровиды прилетели к нашим именно так хотя вот есть информация по есть 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 вот таки справа хорошо там множество богов все это там как создавалась до земли как это все получилось ну вроде да осознать как-то так что дальше или ближе не знаю как получится то есть вселенная 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 же существует наверно больше чем наша солнечная система там не естественно естественно то есть там свои числовые порядки идут миллиарды миллиардов лет и она вот эта вселенная она тоже будет уничтожаться перерождаться как-то в новую да все что материально но периодически уничтожается все что создано рано и поздно будет уничтожено то есть ну перерождаться это значит яйцо вот это она переродится но когда-то да когда так же как и все галактики и все системы солнечная там лика это солнечная это же не галактика нет но я снова советую еще возможно посмотреть современные фильмы на устройстве галактики устройстве солнечной системы потому что вот ну снова же я могу сейчас начать рисовать даже здесь есть фломастеры там есть доска вопрос зачем если есть об этом фильме в интернете сделанное современными учеными не скажу что они идеально соответствуют ведом но относительно соответствуют и уж точно они лучше соответствуют ведом чем христианская концепция где звезды это точечки на небесной тверде и на троне сверху сидит еговка растит у себя за пазухой змей и периодически кидает на народ который изберет для этого но если бы этого его вы не было наверно как-то жилось в эту калию по полегче наверно да ну да прошлых же например его не было там может быть были какие-то другие ситуации но прошло было полегче до уровень деградации в прошлой калиюги был приблизительно таким как допустим уровень деградации при том же самом игре в киевской руси то есть деградация но еще жить можно относительно когда игоря убили потом ольга пришла отомстить этим высокорост туда искростан да искростан она спалила его за счет голубей но люди же не сгорели сгорел город но почему она спалила не только там много чего было сделано и она сожгла и многих людей сожгла но многие же все равно сохранились люди да она вырезала тех кто бежали с города а то есть она просто их уничтожала да я думаю хорошо как как ты представляешь себе этот город ты представляешь его виде в виде чего не ну огороженный город где жили внутри да где жило очень много людей где во время пожара они просто в принципе в теории не могли бы все спасти все данную часть кроме того город был огорожен и это значит что не могли с него бежать на все возможные стороны был ряд выходов а именно четыре выхода но подземные коммуникации ну снова я же не говорю что все вот те кто подземные те кто даже некоторые другие выжили конечно но это не в порядке того что как бы большая часть выжила это в порядке очень таких мизерных исключений из того что выжила поэтому по большому счету даже если сейчас вот одессу ядерной бомбой накрыть кто-то где-то в катакомбах там возможно выживет но это будет настолько мизерное число что по большому счету будет смысл даже них не упоминать при общем рассказе а будет смысл говорить что вот все население было уничтожено ну вот она же как бы их сразу начала под себя как сказать чтобы они пробулись или когда там в латье сначала их принесли часть делегации и потом закопали в землю да там много разных пакостей она наделала смысл ее пакости я вот не пойму на что хотел просто отомстить за игоря или как для начала да так она вот первых там ладно закопала это разве не отомстила потом еще она какую-то делегацию нет ну во первых ольга она была низкого происхождения и вопреки воле рахманова она стала женой игоря как это низкого и олег же дал игорю по моему вот правильно но олег не был рюриковичем олег был военачальником свою какую-то родню то есть там по теории то ли сестру то ли племянницу или что-то такого разве это низкое происхождение относительно да то есть не имелось ввиду что это был священнослужитель смотри я не имею ввиду что он вообще она была вообще там скажем какой-нибудь совсем уже низкое происхождение но не со стороны как там хазарка или еще кто-то это уже была маука это чуть позже уже было это у Владимира который пройдет да ну даже это мама Владимира да славита слава не трогаем не трогаем для начала у рюрика и у дальше у Игоря должны были быть жены равные им у рюрика была равная ему жена которую убили христиане подожди а как они ее убили он же уже вот здесь на руси был и если он ее взял там с искростана и она была праведная да это про нее или нет я говорю о первой жене рюрика а первой жене еще когда он у себя еще когда он был на территории до германии там его духовного учителя и многих родных его убили но у многих родных там не только отца но фактически всех там местных славян уничтожали или а не мечевали со временем там жестко было да 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 и вот уже когда все было здесь у рюрика была соответствующая жена но юрик умер раньше чем игорь достиг права править и права получить какую-нибудь достойную женщину и он же умер не в бою но все равно он умер раньше срока и регентом временным правителем стал князь олег который исполнял волю рюрика все это был план рюрика по сути дело олег был продолжением воли рюрика и поэтому его и почитали так же само как рюрика и к нему относились ну как к проявлению воли рюрика в каком-то смысле потому что он творил не от себя тяну а творил то что запланировал рюрик то есть объединение руси и именно такая столица должна быть однако или не получилось или как или что или у него в действительности амбиции какие-то вырезы не с того места и вот вместо того чтобы найти достойную жену он дал свою какую-то ну там снова амбиции лени или совокупность этого всего черт его знает уже поэтому она не была из великокняжеского кого-нибудь рода все-таки тут не простой воевода игорь игорь император руси и но должна была быть жена из какого-нибудь древнего рода великих правителей восходящих к той же солнечно-огненной династии только какому-нибудь другому витку этой династии почему же сам игорь тогда так как сказать был ущерб ну да он несколько был ущербным во первых потому что его воспитывал олег они и рюрик были же священнослужители нет в основном игоря воспитывали именно воины олега и сам олег за дуру почему потому что не рюрик уже умер и все то есть власть другая но политическим как смысле олег исполнял волю рюрика поэтому никто его не изгонял никто там ничего не делал а вот уже в каких-то таких мелких вопросах он начал отклоняться от священной воли рюрика и поэтому началась всякая хрень потому что если бы он и отдал бы игоря в тот же искраста на воспитание рахманом или оттуда вы бы позвал рахманов то ну игорь не стал бы ни дань дважды брать не сжигать тем более не дал бы никому даже призраком пришел бы к ольге и задавил бы ее если бы он почитал этот город как священный если вон там учился если в оттуда происходило получите и так дальше почему тогда те же рахманы как бы остались что театре они должны были четвертовать олега или как не четвертовать на кайф прийти к нему сказать что пришла пор говорил что нет что он будет сам разберется вы не дасти сюда вот так он проявление воли рюрика он тут самый главный есть да так и получилось но рюрика дал ему свой меч и дал его свой шлем а написал завещание там что это проявление какой-то степени его идей правда он дал критерий что все таки главным государстве должен быть там другой князь на тот князь тоже умер по идее рюрик хотел сделать чтобы олег шоу расширять и он был бы главным по расширению а главным по сохранению и опекуном игоря был бы один из сыновей фактически из племянников рюрика один из сыновей синеуса но они в битве погибли и не получилось получилось потому что рюрик считал что олег будет идеальным воином но не идеальным великим князем вот воин захватчик это все по воле рюрика а правитель это уже от себя цена потому что как раз получилось что отец им не особо занимался и получилось что все таки рахман мог его учить и рахман выучил достойнейшего князя который уничтожил хазарию завоевал три болгарии поставил на колени византию и так далее но все равно у него родился владимир потому что как-то к нему попала одна зверюха странного происхождения но это же не все просто не просто так на этом получилось но ничего не бывает просто так однако у святослава были законные сыновья тот же самый ярополк от которого произошел скалополк скалослав скаломент в конце концов и так произошел гидимин и так возродилась русь в виде великого княжества литовского это в какое время гидимин был литовское княжество или к 14 15 это где иван грозный был или чуть позже грозный был в московии великая княжества литовская это литва беларусь нет я имею ввиду по времени но кого-то вода ну то есть из-за скрыс из красота на те священнослужители они же все равно куда-то делись и львов были все кто выжили да то есть потом все это туда переместилось в львов да так это с 10 примерно 10 по 12 еще там перемещались по разным города и только уже в двенадцатом тринадцатом установились в левгороде как за основу взяв его а львов уже тогда был и как город считался ну да там еще был один очень древний город на его месте потом как перерождение его случилось при даниле галицком после одного из сожжений данил галицкий отстроил часть города и соответственно посвятил это часть города своего сына которого тоже назвал львом и как бы вот для своего сына он создал как бы столицу с которой тот должен был править она вместе из красота на там чую ничего не осталось вообще не получилось как вот рахманская традиция она сохранялась гаудско-волынского княжества такие и вокруг киева постоянно там уже христиане прыгали из красота получается между из красота часто становился вот полем битвы когда христиане из киева лезли к львову и оттуда выходила войска и говорила не лезьте к нам нечистая из красота географически находился между житомир сегодняшний но не сегодняшний около житомир расскажем то есть там сейчас ни города не ну что то есть но по крайней мере не то уже совсем ясно хорошо а вот ты говорил про этого богдана хмельницкого что он что-то там какой-то неправильной полностью неправильная расскажи пожалуйста про него что-то рассказать откуда он родился почему он стал неправильным и что он сделал расскажи мне почему гитлер стал неправильным гитлер ну хотя бы то что есть у рахманской традиции как бы вот если я задам вопрос расскажи пожалуйста что есть официальных источниках почему гитлер стал неправильным вот что я получил ответ не знаю я не представляю как на такой вопрос можно ответить ну ты считаешь что он сделал не так вот хорошо аналогично подойдем гитлер что гитлер сделал не только именно россию гитлер перекорюжил всю европу гитлер устроил своей же стране террор уничтожая целые толпы населения тех же самых немцев кроме евреев кстати ну и евреев но много всех уничтожал не только далеко евреев и как можно сказать что он одно сделал неправильно а откуда я знаю там как он шел к власти сколько он там преступления сделал а куда я знаю может он еще перед тем как пришел к власти ходил и щенков давил по ночам все может быть но какие-то основные моменты если они известны но основное это его диктаторская вредоносная деятельность нападение на польшу нападение на соседние страны и нападение в конце концов и на советский союз если мы берем товарища хмельницкого то там это предательство государственная измена потому что гетьман это не президент это не князь гетьман это военачальник вот когда-то ты смотрел звездные войны там тарки персонажа тот который разбомбил звезду на который разбомбил альдеран гранд мофф тарки нет по аналогии там детально не помню так чисто картина но был предварительно то есть ладно на свалку его я просто хотел привести как пример но можно тогда представить что какой-нибудь адмирал какой-то армии решил бы создать свое государство это неправильно же гетьман это как адмирал можно сказать до великом княжестве литовском которая позднее воссоединилась польша и стала называться ржач посполита гетьман это крупный военный начальник крупный военный начальник который имел и какие-то административные возможности какое-то административное влияние однако по сути дела это военный начальник с расширенными функциями тем более в это время там военная как бы да ему дается больше полномочий чем да 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 однако в речи посполитой гетьманов была куча вот он был гетьманом запорожским был гетьман который занимался другими частями к примеру западной украины там ряд был гетьманов были гетьманы которые занимались киевом которые занимались теми или иными частями беларуси в литве был ряд гетьманов в польше при короле были свои гетьманы которые в случае чего должны были идти со своими войсками вот как было войско запорожское но вот так и гетьман при этом войске а войск еще было много множество территорий да и это один из гетьманов который сбунтовался который осуществил государственную измену и стал сепаратистом отколол от великой ржечь посполитой значительный кусок и по сути дела он возможно и не хотел быть просто сепаратистом и госизменником возможно он даже хотел устроить государственный переворот просто у него не получилось потому что он постоянно еще лез на запад он атаковал львов он даже пытался атаковать варшаву и по большому счету если бы у него был какой-то успешный союз к примеру с россией или с турцией то он вполне мог бы дойти и захватить всю ржечь посполитую единственное что ни россии ни турции не было выгодно чтобы он захватил потому что ну что просто поменяется пройдет гражданская война и поменяется вооружащая посполитая власть это не выгодно выгодней чтобы он как раз оставался на своем куске и оторвал этот кусок от единого целого таким путем возникла гетьманщина ну это как если бы кусок современной украины или кусок современной россии захватил бы какой-нибудь адмирал и потом его государство назвали бы адмиральщина не просто это вот если бы именно какой-нибудь адмирал к примеру одессу захватил бы и ряд окружающих территорий назвал бы это адмиральщиной государство адмиральщина вот так и гетьманщина все понятно то есть это госизменник предатель сепаратист алкоголик ну и просто самодур подожди алкоголик уже в то время как бы еще не сильно вроде выпивали то он уже выпивал просто по книге там вот у меня чего осталось про это то что там у него было два сына и сын придал типа его и все чего и всего сын его было придурком сын его не смог взять руководство потому что он хотел своему сыну юрию хмельницкому передать управление в этой гетьманщине а он был настолько придурочным аутистом что это было бы насмешка поэтому собственно и под россию дальше украина пошла потому что тут не знали под кого им идти он уже как бы с россии союз то заключил с одной стороны а с другой стороны если например его сын был мощным таким же как он то вся казацкая верхушка была бы за него и они бы знали вокруг кого кто есть солнцем этой системы образно говоря а так пришел российский военный начальник там вы вообще кто где ваш начальник они такие но это так это ну и короче их постепенно начали прессовать мазепа именно возродил как независимую некую государственность он часто даже называл украину с армацией в дань древнему названию мазепа он вышел из этого до назад по был через некоторое время после хмельницкого уже когда во времена петра первого нужно прошли уже десятилетия с тех пор как украина была вместе с россией ну по крайней мере эта часть украины была вместе с россией другая часть еще оставалась составе священной ржечь посполитой и он занимался воссоединением украинских территорий он имел ряд отношений и с польшей и с швецией и был план возродить украину в неком полу независимом состоянии и даже составе ржечь посполитой и он занимался просветительской деятельностью занимался тем как раз чтобы люди были образованными осознанными его главный помощник пилипп орлык тот кто написал конституцию которая стала потом основанием для французской конституции но это общеизвестный факт первая в европе конституция это конституция пилиппа орлыка такие дела хорошо да по-всякому по-всякому может на сегодня как-то будем закругляться или как но несколько нерационально получается мы используем время как нам это более урационализировать орлационализировать это чтобы если мы встречаемся то возможно реже встречаться но подольше времени но да да скольки у нас есть время еще есть время еще есть хорошо если вопросы вот это как бы исторический вопрос но он же в контексте нормально это не знаю посмотрим посмотрим да вот просто скипер зверя вот тоже не совсем понятно пошла сам не дом взялся и почему он стал его там богиня была не согласна что его сына то ли убили ее и попросила его уже с перу нам как бы как бы отомстить там какая-то не можно и так сказать это месяц скипер скиперовичи жили тогда на земле это же как бы там змеи рептилоиды рептилоиды одна из разновидностей это динозавры только антропоморфные динозавры скажем так что значит антропоморфные динозавры человекообразные динозавры или динозаврообразные люди можно так сказать а если не люди подобные то тогда это рептилоиды рептилоиды дословно это слово означает человекообразные рептилии или рептилообразные люди а драконы и змеи ну тогда вообще изначально на земле не планировалось создавать рептилообразные формы жизни а планировалось запустить микроорганизмы растения и животные теплокровного характера и человечество вот такое вот потому что уже люди некоторые были сохранены ковчегах там еще с прошлой земли поэтому поскорее нужно было процессы запустить и пойти дальше а тут получается из-за своего гнева на перу на амад на карван джур во-первых своим прямым потомкам завещала творить всяких страшных рептивий дальше также на скиперзверью предложила и скиперзверь тоже взял и вместо того чтобы заниматься волка образными по идее скипер должен был создать волков или нечто типа собак потом неважно я говорю за тогда вот если по первичному плану если не амад на карван джур то у него были бы волка собачьей формы жизни всякие так однако из-за амад на карван джур он натворил кучу динозавров всяко разных динозавров это как больше пригодных к войне или просто так всяких всяких которые вытесняли теплокровных из травоядной они раньше не были теплокровные динозавры Все хладнокровные. Все хладнокровные, как были эти самые? Динозавры это те же рептилии, только как бы большие. Только большие. У них как, кровь другая или как это? Ну, вот я буду сейчас с динозавров разбирать. Есть в интернете, есть книги, есть там даже в музеях их на кости. И что? Я буду все это пересказывать, то что можно и так изучить. Зачем? Я лучше перескажу то, что в интернете не найти. Это как раз то, что тогда кроме всех вот этих форм жизни, которые вытесняли теплокровных из других ниш, была еще форма жизни, которая должна была вытеснять людей и как бы быть рептилоидным аналогом людей. Это скиприда и скипировач. То есть они были похожи на людей, да? Ну, это как бы скажем даже люди, только не теплокровного, а рептилоидного варианта. Вот как есть лавоглавочи, это тоже по сути дела те же люди, только кошачьего варианта. Ну, то есть голова у них и прямоходячий, наверное, да? Ну да, естественно прямоходячий, естественно в голове развитый мозг. Нет, я имею ввиду голова как у два, что похожее. Ну, относительно. Ну, у человека можно сказать голова как у обезьяны. Угу, угу, угу. Может они там нас называют обезьяноглавочи какими-нибудь. Ну, ладно, а там были, значит, рептилоидные. А это, да, шкура чешуйчастая такая, роговые наросты с возрастом растут на плечах, на голове, там на других частях тела. Ну, также две руки, две ноги. Да, да, да. Там хвост был, не было никак? Ну, у некоторых скипировичей, у скипридов не было хвоста. И они яйцами, да, рождали? Яйцекладные и человекоядные. То есть в яйцах, там сколько было? Одно яйцо или там можно было, как у черепахи, множество? Если мы говорим за скипировичей, то там доста яиц. Если мы говорим о скипридах, то одно, два, три, около того как-то. Скиприды и скипировичи – это человекообразные? Да. Но скиприды – это как высшая каста, можно сказать, их как аналог дровидам, противовес дровидам, скажем так. Или даже противовес аревичам, которые жили на острове Вести и которые были тоже более развиты, чем стандартные аревичи. А скипировичи – это противовес аревичам, противовес чернобожичам. Достаточно они такие не особо были развиты. Масса, наверное, какая-то основная. Да, воинская, вот такая производственная масса, скажем так. Ну, как-то так. Ну, то есть, и вот запустил вот эту вот скипиев и скипировичи, да? И они стали вытеснять аревичей, да? Не просто вытеснять, они стали их иногда даже просто есть. Ну, это уже как функция их, ну, если они это едят, или заложено у них это. Да. Людям-то это, конечно, непонятно, это дико, наверное. Ну, а если у них такие функции, ну, что-то заложили, то получили. Ну, да. И потом, то есть, Перун бился с этими скипировичами их? Бился долго и нудно, и не только Перун, множество богов, множество князей билось с этой всей. Ну, как понимаешь, вот есть аревичи, есть у них князья, есть у них священнослужители. Тут прилазят, значит, скипировичи со скипридами и начинают жрать их. Что значит прилазят? Разве они не на земле родились? Ну, на земле, ну, все равно, это же не, ну, как бы, ни в одном селе они жили все. Ну, да, ни в одном селе. Ну, там, в районе Африки, там, ну, другой континент, не важно. Важно. По сути дела, это территория, ну, скажем, нынешних Америк, отчасти Евразии, даже отчасти Африки. Но нужно понимать, что у аревичей на протяжении миллиона летий точкой восстановления была рота гиперборея. И вот как какая калиюга, как какая деградация, как всякая вот эта штука, они, значит, число населения со временем сокращалось. Допустим, могли какие-то животные от аревичей произойти, если основная масса аревичей деградировала настолько. Или могли вымереть, если, ну, настолько деградировали, или еще как-то так. И так или иначе, вот основная масса вымирала или куда-то дебалась, и с гипербореей шло новое расселение. То есть осознанные там сохранялись, да? Да, 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 да. И вот, при очередном таком расселении уже заметили, что тут как бы еще кто-то живет. А в один прекрасный момент вот эти еще кто-то пришли и сказали, что наши предки очень вкусные для них. Да. Поблагодарили и сказали, что хотят добавки. Мы хотим вас кушать. И тут началась война, образно говоря. Это примерно время... Это около 64-65 миллионов лет назад. То есть там они примерно миллион лет воевали в протяженности этого? Долго, даже больше. Потому что конфликт Перуна с Амад, он десятками миллионов лет тянулся. Ничего себе. Да. И вот, финалом было то, что Всевышнему пришлось все это заканчивать посредством астероида. Астероида? Да. То есть поток устроил землю? Астероид это огромные метеориты. Метеорит в вашей, но что потом привело к... Ну что потом? Ты понимаешь, как это происходит? Раскальенная каменюка врезается в землю. Да. Вверх вздымается куча пепла, куча пыли. Эта пыль начинает дождем огненным сыпаться на окружающую среду. То есть, вот арэвачи, которые находились в разных городах, накрытых куполами, выжили. Вокруг все дохло, почти все дохло. Тепло, кровно и хладно все дохли. Все почистилось. Да. Так. И тогда Эперон перестал быть богом атмосферы. То есть это Перун скинул как бы это самое? Нет, это по воле Ра. По воле Ра. И богом атмосферы стал Стрибок. А почему Перун ушел с этой должности атмосферы? Ну, долгая история. Властителя. Ясно. Так, то есть... И есть об этом ответ в видеозаписах по Ярилановому дню. То есть этим скипировичи и скиприды как бы закончили свое существование на Земле? Ну, не все. Потому что они, как и арэвачи, занимались колонизацией окружающего космоса. И на Земле они уже возникли. А вот те колонисты, которые жили, соответственно, на Марсе и на Венере, их к себе не пустили. Потому что тут все знают, что это за зараза, которая жрет нас, извиняюсь. А там зачем? Не надо. Поэтому они пошли колонизировать другие спутники чуть подальше. И потом в других случаях они расселились даже во многие отдаленные Солнечные системы. И они, как и наги, имеют, в принципе, свое галактическое государство. То есть есть у них своя галактика? Нет, в галактике есть свое место. А в галактике они нашли себе какое-то место? Ряд планет, где они обитают. Живут и обитают. Да. Они имели союзы с нагами, они имели потом союзы с живозакованными, они имели союзы с империей князя Тьмы и с многими другими государствами. И воевали, и много чего другого было. Но скиприды и скипировачи, они в истории известны еще долго. Ну и сейчас, наверное, есть просто... Ну, сто процентов живо-здорово. То есть где-то там далеко есть? Ну, если куча планет, не могли же им все вымерить. Угу. Угу. Понятно. То есть перун, там же прям у него битва была, там какая-то финальная или как сказать со скипером? Было. Это у них там какой-то тоже был, типа перун, наверное, по мощности тоже не слабенький. Скипер? Скипер есть, да? Ну да, сам скипер. Он тоже как божественное существо был? Божественный бог всех рептилоидов на земле. И он его победил или просто как-то отстоял свою... Ну, по сути дела, в таком плане война скипорей и перуна могла быть вечная. Потому что у скипоря были благословения Амат Накарван Джор. У скипоря были другие благословения. Скипорь был очень мощным. И перуну даже было его тяжело побеждать каждый раз. И больше того, им никто не запрещал пользоваться реинкарнацией. Таким путем, по большому счету, перун мог убивать скипоря. И скипорь мог брать тело ближайшего соседнего рептилоида. И через него продолжать битву. И наоборот, идти где-нибудь рождаться со всеми нужными ему параметрами. И оттуда через лет двадцать вернуться к битве. И это продолжалось множество и как-то... И закончилось только когда закончились существования его детей на земле. Что некуда стало воплощаться и, наверное, закрыли для приема... Некуда, с одной стороны, стало воплощаться. Потому что, если он воплотится в виде крокодила, то перуну не будет сложно его прибить. Перун, кстати, пару раз его убивал. Путем того, что он этого крокодила брал и разрывал его пасть просто. Как бы так. То есть, это было как бы... Все происходило на земле, так правило. То есть, воплощался он в тело аревича, первым тот же, да? Да. В князя какого-то или еще кого-то. А этот воплотился там в крокодила или в своего же скипера? Ну, сначала в скиперовича, а потом уже, когда не было в ком, он пару раз в крокодиле. И парун снова воплощался, снова его прибивал. И так эта эпопея закончилась? Да. Ну, хорошо. Воистину хорошо. Нет, ну, конечно же, они могут притащиться и попытаться нам отомстить. И, конечно же, вот эта вся обредятельно относительно рептилоидов в какой-то степени это порождение массового бессознательного подсознания, в котором есть эти ужасы, которые они творили. И чем пользуются современные товарищи, когда вместо реальных врагов, таких как алкоголь, как нежелание помнить, нежелание служить, нежелание осознавать, нежелание превозмогать свои привязанности и так далее. Вместо вот этих реальных врагов даются вымышленные рептилоиды. И, типа, каждый должен соседнего проверять, а нету ли где-нибудь рептилоид тут. Ну, отвлекаются мысли у людей на более такие фантастические вещи, наверное, чем... Вот это и не надо, надо другое. Хорошо. То есть, можно еще по войне богов пойти или как со временем? Ну, можно попытаться. То есть, война богов началась с того, что Дива родила от стрепога Псикларова, да? Да, Анубиса. Анубиса. То есть, в то время еще... Это три с половиной тысячи лет, да, было назад? Ой, не три, пять где-то, да? Около семи. Около семи. То есть, там были какие-то войны и... Не какие-то войны. Восстали чернобожичи. И Велес пошел воевать в Африку. То есть, было все тихо, потом восстали чернобожичи, и Велес пошел выполнять свои функции, их успокаивать. Да. Верховным правителем был стрепог, и Велес был как его... Помощен. Как правая рука его по сути дела. То есть, он пошел... Первый министр. Туда, и тут случилось так, что Дива там... А жена стрепога была в Европе, занималась некоторыми там восстановлением храмов, восстановлением городов и так дальше. Угу. И, ну, то есть... Дива легла со стрепогом. Получился Анубис. Да. И потом вот у них получилось непонятки, что он... Вей не понял, что... Вей не совсем понял, как и что получилось. И действия стрепога, что почему? Он спросил у него, говорит, ты там ложился? Стрепог говорит, нет, я не ложился. Ты чего это самое? Ну да. А к нему Дива пришла и говорит, что я... Ну, а Дива, она приняла подобие Славунии, поэтому стрепоги не знала об этом. Да. То есть, она не рассказала все своему мужу, как было. Возможно, она не помнила это, да? Но, возможно, и... Ну, черт его знает. Наверное, помнила все-таки. Ну, то есть, она не до конца рассказала. Не до конца рассказала, да. И... А тот понял по-своему... А Велес вместо того, чтобы качественнее пообщался со стрепогом... Досконалил этого разобраться основательно. И больше того, Велес тут даже проявил некоторую неверность, потому что, как бы он не относился к старшему брату, он должен был все равно, как верховному правителю государства, относиться к нему как положено. И даже если, как брат, он мог его себе предстоять ненавидеть, то, как премьер-министр, нападать на своего президента права точно не имел. Угу. Это египетское имя... Ахорс. 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 Да. Угу. Вот так. То есть, он уже был, рождался и тогда родился при этом. Славунья зачала от мертвого тела стрепога, и... Да, первый раз тогда родился Хорс. Хорс много раз воевал с Индрой, потом еще другие боги воевали с Индрой. Потом у Гаракелыша чуть-чуть свои войны были, но Гаракелыш... Все эпизоды с Гаракелышем также вписываются в Можебожную войну. И Гаракелыш отдельным путем побеждал и Виевочей, и даже победил Индру и другой клан Диевочей. То есть, он сам за себя, что ли, был сепаратистом ко всем, что ли? Ну, в каком-то смысле. Значит, во-первых, Гаракелыш был первенцем Велеса. Ну, да, первенцем это я слышал, но... То есть, он должен был... Сначала просто первенцем. Сначала? А, получается, Велес отдал предпочтение Индре как законорожденному. Ну, по правилам как бы... Да, 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 да. Да, однако, потом Бригаспати, учитель Индры, для того, чтобы Гаракелыш не убил Индру за преступление Индры, Бригаспати немного скрутил мозги Гаракелышу, чтобы тот возненавидел Всевышнего и начал бороться против воли Всевышнего. И так пошли дела. Зазомбировал, по сути дела, Бригаспати Гаракелыша. Бригаспати, это же он тогда с Шукрарахманом, да? Конфликтовал, да. То есть, Шукрарахман тогда был воплощенный, да, и занимался... И Саагас на Полесье тогда был ещё. Саагас... Тогда было вообще множество богов было... Ну да. Но богам же нужно было красочно закончить предыдущую долю и начать новую. Поэтому вот 2000 лет шла война. Ну да, это уничтожалось по максимуму. Да. Самые лучшие, самые сильные. Целыми войсками для того, чтобы они потом могли переродиться на высших планетах. Угу. То есть, закончить здесь свой как бы путь именно на высших планетах. Целыми связками. Получается, человек привязан к родственникам, к каким-то другим. Есть куча кармических связей, которые часто не будут выдернуть отдельную искру. Угу. И нужно... А так целыми городами. Там ядерными и другими боеприпасами целые города сносились. Вот как бы им теперь ничего не мешает воплощаться где-то на высших планетах. То есть это как бы лучше даже для них, что... Ну для них-то да. А для цивилизации намного худше, потому что нету тех святых, которые сейчас поуничтожали бы всех мясоедов, поуничтожали бы все алкогольные заводы. И установили бы диктат ведической традиции. Однако все равно остальные бы не понимали этого. И вот такая ситуация деградации, она дает возможность проявить истинные качества каждого живого существа. Кто вот добровольно хочет изучать веды, а кто хочет просто напиваться и там всякой хренью заниматься. Сейчас есть такое право. И это право, этот выбор как раз и проявляет истинное качество каждого. Не то, что государство заставит каждого изучать веды. А нет, нет заставления. Но только лучшее, осознаннейшее начинают изучать веды. Как и предписывал Всевышний. Такие справа. И таких предписаний как бы вот на все это время есть, да? Поучение Саагаста. Поучение Саагаста вот там, то что я слушал там было только про… Там очень много. Очень много. Из переведенного только там немного есть в интернете. А вообще поучений Саагаста очень много. Нет, но… Саагаст кучу предсказаний сделал. Описание как действовать в той, другой, третьей, десятой, сто пятой ситуации. Но это же нет в общем доступе, да? Нет, никак нет. Я говорю вот про общедоступную информацию, как хотя бы там в интернете или… Ну да, да, да. Там только то, что не ложитесь… Там немножко. А? Там немного. Там совсем немножко, да, да, да. А так он расписал всю вот эту… от какого времени до какого там у него расписано? Ну, по сути дела он дал предписание для праведных, как им следует действовать. От начала Кали-юги до того, как он придёт… На всю Кали-югу прям давать? В значительной степени ностю. Но есть вот получения, которые касаются именно этого этапа. Угу. Этих 7000 лет. Потому что на следующие 10 будут ещё другие предписания. Да, другие предписания, да? Некоторые другие, но вот есть, которые именно на это время. Ясно. То есть как… И поэтому львовские товарищи, как говорят, вот через 8-10 лет там мы будем давать знания. Ну да. А пока извините. Не факт, что они ещё выживут, не факт, соответственно, что… Ну так поэтому они не вылазят? Ну здесь, как сказать, с одной стороны, может быть, если бы они вылезли и бы всех перестреляли, как они боятся. Скорее всего. Не скорее всего, не факт. С другой стороны, таким путём, как сын Раяна Правеслава, как многие другие представители родов, идёт отток человеческого материала из традиции. То есть они никого не пускают, к себе притока нету, да? Притока нет, а ток есть. Поэтому, так или иначе, при сильном воздействии государства, рода будут переставать существовать. Ну они будут обесточиваться. Да, да, да. Но всё равно, как бы тут не так много осталось, там 4 поколения или сколько может быть. Ну посмотрим, посмотрим. Да, конечно, посмотрим. Живём, увидим, что угадать. Истинно так. Что-то ещё или как? Всё по применим чувствам или как? Ну можно что-то ещё разобраться лидически. То есть под предписанием по этим саагатствам, он прям, я не понимаю, он может быть как-то изложил те духовные аспекты, по которым следует придерживаться? Или он прям эти временные отрезки изложил? Ну как, он не предписал, допустим, что вот именно я должен делать именно так и так? Или именно ты, или именно там кто-то ещё. Но он описал разные философские принципы подхода к разным мировоззренческим и практическим вопросам и том, как это всё совместить и как осознанно, верно и неуклонно следовать лидической традиции. То есть какую-то основную канву он дал, да? Он дал основную канву по самым важным направлениям. А временные они там могут и не совпадать или как-то это самое играть? Ну чего временные не совпадать? В принципе всё совпадает. Ну в большей части всё совпадает, да? Ну да. Понятно. Что ещё? Так, так, так. Тут понятно, тут понятно. Понятно. Так. 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 Так.